Александр Занкин занимается профессиональным берестоплетением уже много лет. Говорит, что желание творить появилось более 30 лет назад. Тогда еще начинал с маленьких изделий, рассказывает мастер. А сейчас уже умелые руки Александра Ивановича сотворили целую коллекцию берестяных шедевров. И каждая из них имеет свою технологию. Есть технологии всякие разные. Это вот здесь ничего нет, они просто природные. Ну красиво же, красиво. Любую возьми, они все разные. Одинакового ничего нет. Поэтому вся красота и передается. А так есть разные технологии. Есть пролезная технология, есть просто выжигание, есть просто тиснение, тонировка. Много очень технологий. Выставка «Березовая ситца» стала для автора настоящим подарком на 75-й день рождения. В экспозиции можно увидеть более 200 работ из природного материала. Здесь туиса, шкатулки, солонки, фруктовницы, вазы, подносы и даже мордовские пейзажи, которые могли бы украсить любой интерьер. Свои произведения искусства Александр Занкин изготавливает по старинной технологии. Без использования клея. Это абсолютно экологично. Вот, например, такие туиса были в обиходе у наших бабушек и прабабушек. Молоко в них не киснет и хлеб не черствеет. А все потому, что кора березы обладает бактерицидными свойствами. Александр Занкин – постоянный участник региональных, всероссийских и международных выставок. Его произведения хранятся не только в нашем музее имени Степана Эрзи, а еще в частных собраниях России, Франции, Японии, Китая, Голландии и других стран. Но все-таки основная часть изделий живет у мастера дома. В квартире все это хранится. У меня же место не знаю, где еще хлонись. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание наше руководство, сделать саранские. Это давно у меня мысль метает, и никто мне помочь не может. Сделать магазин под названием, допустим, товары народной промыслы Мордовии. Вот так вот. И прошу не только за себя. У нас есть вышивка, у нас есть резьба, у нас есть тавла, у нас есть лапти плетут, у нас есть корзины плетут. И все в этом магазине организовать. В свои 75 он еще полон творческих сил, новых идей и замыслов. А это значит, что березовые ситцы будут иметь продолжение. А чудесный запах дерева, необычные формы, фантазии при создании изделия – все это ждет посетителей Музея Мордовской народной культуры. Анастасия Суркова, Александр Зюзяев. Наши новости.